Всем привет! Вы на канале Кулинарин с Викторией и сегодня мы приготовим вместе пирог зебра на молоке. Отличная выпечка к чаю. Для приготовления нам понадобятся самые простые продукты, полное их количество вы найдете в описании под видео. В миске смешиваем 3 яйца, добавляем 1-2 чайной ложечки соли и 180 грамм сахара. Взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса должна хорошо увеличиться в размерах и побелеть. Во взбитые с сахаром яйца добавляем 60 миллилитров растительного масла и 1 столовую ложку экстракта ванили. Экстракт ванили можно заменить ванильным сахаром. И добавляем 240 миллилитров молока. И все недолго перемешиваем миксером. Подготавливаем рассыпчатые ингредиенты. В 290 грамм муки добавляем 8 грамм разрыхлителя. Перемешиваем ложкой и начинаем просеивать рассыпчатые ингредиенты в ранее замешанную яично-сахарную массу. Просеивать ингредиенты я рекомендую обязательно, чтобы не получилось никаких комочков. И теперь все тщательно перемешиваем миксером до полной однородности. Вот такое примерно по консистенции должно у вас получиться тесто. Оно стекает ленточкой с лопатки. Делим тесто на две равные части. Одну часть переливаем в другую емкость. В одну часть добавляем 2 столовые ложки темного какао. Какао обязательно нужно просеивать. И в другую часть теста для сбалансирования консистенции добавляем 2 столовые ложки муки. И все тщательно перемешиваем. Перемешали светлое тесто и затем перемешиваем темное тесто. Оба теста готовы. Светлое и шоколадное. И теперь беру бутылку и разрезаю ее напополам. Нам понадобится только вот эта часть. Подготавливаю формочку. Размер моей формы 24 см диаметром. Смазываю ее кусочком сливочного масла. Затем в середину формы устанавливаю отрезанную часть от бутылки и поливаю сначала светлым тестом и затем темным тестом. Опять светлым тестом и темным тестом. Это нужно для того, чтобы получился красивый узор в виде зебры. Затем я это стала делать с помощью столовой ложки, чтобы узор получился более отчетливым. Обязательно попробуйте использовать именно такой способ приготовления и распределения теста с помощью бутылки. Затем аккуратно убираем часть бутылки и с помощью деревянной шпажки немного подравниваем серединку и затем делаем линии от края к центру. Вот таким образом. И отправляем запекаться тесто в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна выйти сухая. Достаем пирог из формы, ставим чай. Получается очень вкусно, красиво и оригинально. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю приятного аппетита, удачной выпечки и до новых встреч! С вами была Виктория!